Компания Samsung первый выпустил на рынок изогнутый монитор, который был весьма хорош в плане качества картинки и функциональности. Как у всякой первой попытки, у него были свои недоработки, главной из которых стало отсутствие эффекта присутствия за счет небольшой диагонали. Второе поколение не заставило себя ждать, новые изогнутые мониторы стали намного лучше и продуманнее. После недели использования точно не захочется их менять на что-то другое. Эти мониторы подкупают всем, начиная от внешности и качества картинки и заканчивая функционалом и комфортом при работе. Многочисленные пресс-релизы многих производителей часто упоминают устройства, которые своим присутствием украшают любое помещение и способны преобразить интерьер всей комнаты. Как правило, эти заявления не имеют ничего общего с действительностью, но всегда есть исключения. S34E719C способен полностью преобразить рабочий стол и кабинет. Причем вне зависимости от дороговизны и качества столешницы, монитор гармонично вписывается в любую обстановку. Конечно, весь шарм этого монитора связан с его изогнутой матрицей и выпуклым корпусом в принципе, но формление соответствует позиционированию. В целом, корпус получился практичный с минимумом зеркальных поверхностей. Дисплей установлен на довольно массивную ножку, которая в свою очередь вырастает из широкой, чуть изогнутой Т-образной подставки. Конструкция надежная и устойчивая. В отличие от первого поколения, здесь дисплей на блок поднимается в пределах 10 см, а угол наклона изменяется от минус 2 до 20 градусов. Этого более тем достаточно для комфортной установки экрана на уровне глаз. Кроме этого, порадовало наличие менеджмента кабелей и крепления стандартного S100 на 100 мм для установки монитора на кронштейн. Все вышесказано применимой и кладшей модели S29E790C. Она компактнее, немного аккуратнее и с матовой рамкой вокруг экрана. Комплект поставки модели отличается. Старшая модель комплектуется блоком питания, кабелями HDMI, DisplayPort и USB 3.0 Type-A, Type-B, а также всевозможной документацией, диском с ПО и салфеткой из микрофибры. Младшая модель, более доступная, получила блок питания, кабель HDMI, набор документа с диском и микрофиброй. Для подключения имеется все необходимое – пара HDMI, полноразмерный дисплей-порт, выход на наушники и USB-концентратор с одним передающим и четырьмя принимающими портами. Вторая модель оснащена таким же набором, но без концентратора. В мониторах используется качественная VA-матрица диагональю 34 дюйма для старшей модели и 29 дюймов для младшей. В первом случае разрешение составляет 3440 на 1440 точек с плотностью около 120 dpi. Показатель отличный. При работе пиксели вообще незаметны. Разрешение экрана S29E790C составляет 2560 на 1080 точек. Соотношение сторон в обоих случаях 21 к 9. Заявлена контрастность в переделах 3000 к 1 и яркость на уровне 300 к 1 метр квадратный. Матрицы поддерживают 16,7 миллионов цветов, а время отлика составляет 4 миллисекунды от серого к серому. Углы обзора максимальные – 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Панель VA имеет отличное от IPS физическое строение, поэтому способна лучше гнуться без утечек света. Именно поэтому данные мониторы имеют радиус кривизны 3000R, существенно больше, чем у конкурентных решений. За мониторами действительно комфортно работать, ведь радиус соответствует естественному изгибу глаза. Эффект присутствия действительно ощутимый. Даже в 29-дюймовом мониторе, а в 34-дюймовом без скривизны вообще никуда. Матрица слишком широкая, но за счет изгиба весь экран попадает в поле зрения, улучшает визуальное восприятие, эффект погружения больше. При работе со старшим монитором глаза устают на порядок меньше, чем с традиционными плоскими моделями. В устройствах используется технология Flicker Free, которая убирает мерцание, тем самым защищая глаза от длительного напряжения. В первую очередь хочу отметить высокий запас яркости. Присутствует антибликовое покрытие, но кристаллический эффект незаметен невооруженным глазом. Насчет высокого разрешения картинка четкая и резкая, с плавными переходами. Также порадовала высокая контрастность монитора и равномерность как подсветки, так и цветопередачи. Изображение яркой и сочной с максимально естественными цветами. Поэтому монитор отлично подходит для работы с множеством таблиц и документов, для работы с графикой, даже без предварительной калибровки, и, конечно же, просмотра фильмов, которые на таком экране выглядят не хуже, чем в кинотеатре, и игр. Благо, время отлика позволяет. Кстати, имеется дополнительный игровой режим, который автоматически корректирует картинку для оптимального отображения. Она становится контрастнее и более четкой. Встроенные динамики мощностью 7 Вт каждый обеспечат качественный и глубокий саунд. Дополнительная акустика не понадобится. Еще одна приятная сторона мониторов – удобный пятипозиционный элемент управления, установленный на тыльной панели, и продуманное меню управления. С его помощью можно быстро переключить источник сигнала, включить функцию Picture-in-Picture и Picture-by-Picture, выбрать режим отображения и подстроить цветопередачу. Особенность этих мониторов – это изогнутый дисплей с реальным эффектом присутствия. За ним комфортно работать целый день, а изображение воспринимается намного лучше. Широкий формат обеспечивает работу с большим количеством окон, а качественное отображение и реалистичная цветопередача позволит использовать эти мониторы как в рабочем, так и мультимедийном направлении. У этих мониторов нет слабых сторон, поэтому я с удовольствием рекомендую эти изогнутые мониторы для последневного использования, работы и развлечений.